Всем здравствуйте! Сейчас будем с вами рассматривать семейные фильтры фреймворка jQuery. Итак, начнем мы с группы фильтров endChild. Первая его реализация принимает параметр index, то есть вернет дочерний элемент с указанным индексом. Следующие две очень похожи, отличаются тем, что первая, even, вернет четные дочерние элементы, вторая, от, вернет нечетные дочерние элементы. Третья, вернее четвертая реализация этого метода весьма интересна. Она принимает строчку equation, а это математическое выражение, да, kn плюс b, где b не обязательный параметр, а kn обязательный. Вот, я вам даже его проиллюстрировал для большей наглядности. Итак, смотрим. В привычном уже месте мы видим селектор, который сейчас будем применять. Результатом выполнения данного селектора будут вот эти вот элементы, которые обвелись в желтенькие квадратики, да. Помните, я вам говорил, что нумерация элементов идет с нуля, да. Но это как бы исключение. Индексы, вот эти самые параметры, имеют на единицу меньше. Но как дочерние элементы для body, они как раз первый, второй и третий. Ну, вот отсюда и такой результат. Если что-нибудь вам осталось непонятно, мы это еще раз увидим на коде в практической части занятия, а сейчас продолжим, да. Следующие два фильтра, опять же, элементарные. И вернут первый дочерний элемент и последний дочерний элемент. И последний из семейных фильтров, фильтр only child, который вернет только те элементы, которые являются дочерними. Причем единственными для своих родительских. Если у родительского элемента несколько дочерних, то ничего возвращено не будет. Итак, смотрим на код. Сейчас быстренько на коде рассмотрим семейные фильтры. Для этого открываем документик filtersFamilyStart. Отличается он от предыдущего наличием бонусных параграфов. Это я сделал для наглядности. И также еще одним параграфом в конце. Вот, ну, давайте сразу приступим. Опять же, результат выполнения нашей с вами работы по применению фильтров и селекторов будем обводить в черную ширную рамку. Для этого вот эти самые отобранные элементы CSS-свойств бода установим для них в 3 пикселя. Толщиной, сплошным стилем и черным цветом. Black. Вот. Давайте сделаем так. Отберем первый черный элемент для тега body. Body. Звездочка, двойточие, first child. Сохраняем документик. Идем в браузер. Проверяем, что у нас с вами получилось. У нас выделился наш с вами параграф с индексом 0. Да, то есть нулевой параграф. И выделились заодно еще два элемента. Какие это элементы? Сейчас покажу. Это вот этот вот спан и вот этот вот его внутренний спан. Почему? Потому что они тоже лежат внутри тега body и одновременно являются первыми дочерними элементами. Вот этот внешний спан для нашего блока div с id div block, а вот этот внутренний спан для вот этого вот блока уже спан с id first. Так, теперь давайте сделаем так. Отберем ток параграфы, да. И что-нибудь с ends child попробуем сделать. End child. И давайте, например, нечетный. Сохраняем документ. Идем смотреть, что у нас с вами получилось. Как бы это исключение, назовем это так. Да, потому что, ну даже не исключение, сейчас я просто объясню, что произошло. Да, мы набрали odd, то бишь нечетные должны были выделиться. Но у нас выделились элементы с индексами 0, 1, 2. Но как дочерние они элементы? Это первый, третий, пятый и так далее. Вот. Теперь давайте попробуем задать какое-нибудь выражение equation сюда. Например, 2n плюс 1. То есть, сейчас мы отберем с вами все, опять же, нечетные элементы. Наблюдаем, обновляем страничку. То же самое, да. Потому что, опять же, как бы, n начинается с нуля. То есть, у нас получается первый, третий, пятый и так далее. Если же мы поставим здесь уже плюс 2, то получим с вами элементы, начиная со второго. Хотя давайте лучше поставим плюс 3, да. Потому что, если плюс 2, можно было просто поставить плюс n. Мы, как бы, на этом ничего абсолютно не потеряем. А вот если поставим плюс 3, то продемонстрируем кое-какую наглядность. То есть, теперь уже первый элемент у нас не выделился, да. Выделился сразу третий и потом также через один. Вот. Это то, что я хотел сказать относительно семейных фильтров. Ну и в следующем уроке займемся с вами выборкой элементов форм. До встречи там.